Это не просто картина была, которую можно было снять, а ее ножовкой вот так, причем еще так криво, половина, вот так, один угол как-то неудачно пошел, кусок масла вот этого от картины осталось. Он, наверное, с обратной стороны пилил как-то? Нет, вот именно. За вас мы вынуждены курить сигареты «Русский стиль». Пожалуйста, скиньте нам на «Мальборо голос» на платформе «Буститу». А также, если вы не совсем асоциальный человек, поделитесь своими выставками в комментариях о том, насколько удался наш подкаст. Спасибо. Вещает станция «Ваши уши», подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Меня зовут Дима, и сегодня у нас в гостях Александр Шафранов. Здравствуйте. Вопрос от предыдущего гостя. Предыдущий гость у нас был кончарный мастер по имени Валя. И она вот спросила, какой у вас был первый рисунок. Портрет у меня был маслом из трех. У меня было всего, по-моему, четыре краски масляные. Брат мне подарил, принес. Я пытался написать соседскую девочку на Берелехе, на поселке. У меня был такой кусок фанеры какой-то. Я его загрунтовал, как положено. Ну, вот я на фанере пытался изобразить впервые масляный такой портрет. Вот такой у меня был. Но вы ей потом подарили? Нет, она потом, они куда-то уехали. Так он у меня до сих пор дома есть этот, остался. Ну, вы, получается, самоучка? Ну, тогда я начинал, да. Это я уже потом поступил в университет живописи. Сейчас она Академия Московская. А тогда, да, я сам. Ну, брат там немножко помогал мне. Он был художником в местном клубе. Ну, афиши они рисовали, там разные шрифты. Вот это. Тоже был учеником. Брат меня старше на 8 лет. Ему повезло. У него был учитель такой там хороший. С Питера. Бывший зэк. Он здесь сидел, да, получается? Да, он на Колыме сидел, потом освободился. И вот он был этим художником, значит, в клубе местном. Вот киноафиши они рисовали. И вот мой брат у него был помощником. Тоже учеником там. Ну, а меня мальчишкой таскали туда. Я там у них в этой мастерской красил там что-нибудь. Они краски давали, я там что-нибудь. Ну, так. А много ребят занималось в мастерской? Нет. Там эта работа была, эта клубная. Туда же не пускали никого. Это все, только художник. Но вы прорвались только благодаря брату, да? Ну, да, там брат меня иногда туда приводил. Я у него там рисовал. Ну, а потом уже сам самостоятельно стал уже. Ну, а вот мастерская такая атмосфера зарилотворческая? Или, ну, если там бывший зек сидит, то все как бы так напряженно? Нет, он хороший был человек, на самом деле. Вот. У него было, что-то у него было какое-то, было, этот, случайное убийство, что ли, было. Случай такой. Ну, неумышленное убийство, короче. Он получил срок там, отсидел все. Сына он там воспитывал один. Вот. Поэтому абсолютно. Он был очень грамотный. Он мастер был настоящий такой. На глаз рисовал такие огромные афиши для кино. Еще тогда, я помню эти. Это очень сильно было. Ну, а вот с тех пор вы бывали в Берлёхе? Да, я вот был. Прошлым летом был. Мы ходили в горы. Хребет Чорга. Экспедиция была. Как раз вот с Берлёха. Ну, там осталось, не знаю, несколько сот человек. Все разрушено уже. Несколько домов. Пытаются расселять уже там людей. Мой дом уже снесли уже все. Ну, вот что вы почувствовали, когда увидели свой дом снесенном? Думал. Ну, дом-то снесли, а березы зачем надо было? Отец посадил там в огороде. Березы такие были. Росли. Каждый год приезжал, смотрел. Ну, вот. Ну, снесли прямо вместе с домом, с березами. Зачем? Непонятно. Ну, там родители похоронены. Поэтому я иногда приезжаю. На кладбище старое. Там уж никто никого не хоронит. Ну, вот. Ну, вот я просто и однокашник у меня один остался. Живет там, Володя. Вот на Берелехе. Последний из магикан, я его называю. Ну, да. А вы оттуда когда уехали? Мы уехали в 95-м. Сюда в Магадан. Ну, после развала, да? Как и все уже. Ну, да. Вот эти 90-е лихи начались. Начало все валиться. И переехал в Магадан сюда уже. Ну, я тут родной город. По сути, я сюда все время приезжал на выставки. На разные художественные. В союзе. И нормально. Перебрался, как будто и не ощутил никаких особых. В свою среду окунулся. В общем. Ну, тут и художников получается больше. Ну, да. Тут было тогда еще много. Это сейчас поредело. Очень сильно. Кто умер, кто уехал. А тогда были очень... По мастерским ходили. Такие мастера были очень хорошие. У вас какая-то такая соревновательная атмосфера была с другими художниками? Или больше товарищеская? Когда друг к другу приходили, там что-то... Нет, соревновательных не было. Были дружеские, нормальные. Ну, не со всеми, конечно. Потому что близкие по духу, по тематике всегда общаешься с теми, кто тебе именно ближе. По технике, по каким-то... Ну, и по человеческим, естественно, качествам. Вам, наверное, ближе всего Цирцинс из наших? Если говорить по картинам, то не очень. По человеческим, да. У нас абсолютно разные взгляды на все. Но он такой яркий. Ну, да, у него немножко свое. Ну, у нас и поколение, мы же немножко, он же старше меня, на 15 лет почти что. Вот, у него другое немножко-то. А так мы общаемся, мы, да, мы сдружились абсолютно. Мы на любые темы и понимаем. Он мое творчество, я его понимаю. Хотя мы разные, да, абсолютно у нас. Вроде бы казалось. Ну, а то все-таки, а по кисти кто вам ближе из наших? Ну, у меня был... У меня был... Он ушел из жизни. Он был председателем Союза в свое время у нас. Николай Бызов был. Это был очень такой... Он одно время на Чукотке работал, потом в Магадане. Он такой, из поморов, из русских такой, настоящий был. В море выходил, на яхте. Такой был путешествующий. Первую выставку он пробил на Аляске, сделал у нас в Америке. Отсюда Магадан впервые. Американцы впервые увидели на Аляске наши работы. С Магадана вот он такой пробил это все. Ну, к сожалению, ушел. Ну, это когда начались эти перелеты дружбы, да? Да, да. Это 91-й год. Первый был рейс как раз Магадан-Анкоридж. Потом они городами-побратимами стали. Потом американцы привезли сюда выставку. Совместную была здесь в Магаданском краеведческом музее. Очень хорошая была выставка. То есть наши там были, работали в Анкоридже. Они потом ответную сюда привозили. А вот сейчас вот стали потихоньку вытаскивать из запасников краеведческого музея вот эти вот соцреализм наш, наших мастеров магаданских. Много таких великолепных работ. Народ начинает ходить. Мы долгое время бьемся за это, чтобы Магадан, этот музей художественный создать. Чтобы вытащить оттуда из запасников. Там же сотни работ. Но охотник вот собрал, да, в картинном городе очень много работ. Да, да. Вот это вот первая ласточка, которая вот... Ну, бесполезно. Никак не достучаться до этих наших властимущих. Вот я не знаю, почему даже. В городе нет... Кроведческий музей, он не может выполнять функцию. Он, да, выставки может делать. Но это не музей все равно, как бы художественный. Вот, а в свое время у него... Он взял на себя вот эту вот миссию закупать работы художников. И вот они там копились, копились, закупались. И в запасниках очень много, очень великолепных произведений. Можно целое открыть в городе очень большой музей художественный. Ну, то есть, по сути, просто не дают помещения? Да, его надо строить. Ну, а вот на ваш стиль, получается, больше всего повлияла как раз-таки трасса, берелех и походы? Ну, да, я природный человек. Вообще я люблю по природе, в горы ходить. Естественно, мне больше это по душе. И люди, которые мне там были в свое время. И учитель мой, географ, который у меня в школе был, тот тоже очень много сделал для того, чтобы меня как-то наставить на путь истинный. То есть, учителя географии он тоже занимался живописью? Он немножко рисовал, да. Но он больше горный был путешественник. Нас таскал по походам, по горам. А это и есть как раз одно из главных. Потому что умение видеть, быть на природе, вот это... Если человека научили видеть, это самое главное. А как вот он вас учил видеть? Переходил, говорит, смотри туда, рисуй. А нет, он как фотограф. Он фотографировал великолепно. Выставки делал. Он черно-белые делал фотографии. Но он всегда... Вот, говорит, вы идете, вы смотрите. Вот, смотри, какой камень прекрасный там сядет. И будет полчаса ползать там около него. Все смотрят. Что он там делает? Что там камень какой-то? Что это за ерунда такая? Ну, вот. А это и есть вот любознательность. Да, наблюдать какие-то явления. Вот. От этого и складывается. Умение видеть. Это все. Это одно из главных. Не техника там. Если этого нет, ну, если еще и природные данные совпали у тебя от природы. Вот. Умеешь это. Акцент какой-то, да, замечать что-то. Вот художник этим и отличается от других. Он умеет видеть. То есть, он останавливается там, где другой просто пройдет. И все. Но такому, получается, невозможно научиться? Это надо, чтобы в тебе было уже от природы? Не, это отчасти. Верно. В училищах, например, всегда есть даже такой предмет, как рисование, например, по представлению. Тебе говорят, ты вот понаблюдай природу, а потом придешь и попробуй это изобразить по памяти. Ну, вот ваш учитель географии, получается, брал весь класс и тащил в какой-то поход? Нет, он класс весь не брал. Он брал, которые ребята этим любили. Это такой был. Он провозгласил, завтра мы идем по ходу. Кто со мной? Вот там полкласса подняли руки. Ну, кому нравится, тот пошел. А там уже, естественно, отбор. По ходу, кто может, кто не может. Кого комары достали, он уже потом не пойдет, к примеру. А другой там, да, стойкий, он пошел. Ну, вот он так, да. Ну, вокруг него всегда. Он был интересный человек просто. А как его звали? У него рассказы были. Головин Олег Сергеевич. Он первый, кто написал учебник «Географию Магаданской области». Учебник для школьников. У него три издания было. Вот последний был в 2011 году. Учебник этот. Мало кто знает вообще. Такой есть учебник. Ну, а вот вы помните такую вашу первую вылазку с ним? Конечно, помню. У нас был поход на Марджот. Там гора такая есть. Если, может быть, слышали. Ну, да, в Сусумане говорят, что чтобы стать настоящим сусуманцем, надо туда сходить. Да. Это на три дня где-то, да, надо идти? Ну, да, минимум. Хотя бы. Ну, он сам еще и десантник. Он такой очень был. Поэтому у него было все. Спартанские такие условия все. Ну, так во сколько в группе в первом походе было человек? Ну, человек семь, наверное, было. И все художники? Нет. Нет, разные. Почему? Ну, какие тогда художники мальчишками? Еще тогда никакие были. Рисовали там. Какие художники? Ну, если человек рисует, значит, он уже художник? Да, ну, нет. Нет? Значит, каждый второй здесь художник. Тут, наверное, даже в этой комнате... В царское время, между прочим, это звание надо было еще заслужить. Это звание присваивалось художнику. А как его заслужить? Учиться в училище. Ты закончил училище или академию, тебе присваивалось звание художника. Там еще даже степени были. Ну, там, да, какие-то, значит, вознаграждения оплачивалось. Какую-то, значит, ты делал дипломную работу на золотую медаль, на серебряную, на бронзовую. Тебе, значит, выплачивалась там, значит, какая-то сумма определенная. И поездка, например, для куда-нибудь, значит, в Европу, в Италию, например. Тебе оплачивалась полностью вот эта поездка с этим денежным довольствием. Тебе оплачивали поездку в Европу на вот это вот, на обучение. Ну, вот Мягков нам рассказывал, что он как раз-таки в Италию ездил. Там тоже вдохновение какое-то. Я сказал, вот у вас такие были вылазки в Европу, в Азию, может, в Америку? Нет, у меня такого не было. У меня была поездка на Шпицберге, но сильно на меня подействовала. Ну, там у меня была другая миссия с фотоаппаратом. Съемки были. Это, можно сказать, такая была коммерческая. Там фотоальбом снимали. А в этом плане меня поразило. Ну, естественно, я проехал... Там норвежский тромся был сначала. Вот эти вот норвежские галереи там в самом Шпицбергене, в Лангере. У них там галерея художественная. И там вот это вот очень сильно на меня подействовали эти краски. Такие... Ну, в каком смысле? Положительные? Положительные, конечно. Конечно, это такие рок-уэлла-кэнтовские. Это вот в стиле американского художника рок-уэлла-кэнта. Пейзажи такие. Чистые, абсолютные цвета, краски. Вот такие вот арктические вот эти льды. Огромные ледники гигантские. Вот эти вот заливы. Где прозрачность воздуха такая, что ты не понимаешь. Вот смотришь на 200 километров, ни дымки, ничего нет. Ты видишь эти дали, все эти горы. Вот. Вот это. А вот как вы для себя разграничиваете живопись и фотографию? То есть это два разных искусства или что-то близкое, если вы, в принципе, рисуете здесь светом, а здесь красками? А я, между прочим, фотографию ее называю светописью. Это старорусское название нашей фотографии. При России царской она называлась светопись фотография. Она не называлась фотографией. Ну, это по-гречески, да, просто? Да, греческая, да. А по-гречески назвали вот фото, свет, графика, фотографика. Рисовать светом. Ну, вот. Поэтому для меня она как дополнение. Я не могу их разделить. Это все единое, как для меня, очень целое. Идешь, фотографируешь, потом остановился. Краска – это другое. Это вибрация цветовая, рукотворная. Фотография – это другое тоже. Это запечатлеть себя в этом моменте. То есть практически документально. Я вот фотографировал, ездил в артели. Ну, снимал кино для артели. А там открыл для себя вообще фотографию по-другому. Там типажи, лица, портреты вот этих людей, которые золото добывают. Это другое совсем. А пленэр, воздух – это вообще расслабление, это вообще другая. Погружаешься просто. Это можно придумать, можно поменять. Ты творец, ты можешь поменять какие-то состояния цвета где-то. То есть импровизировать. С одним из наших предыдущих гостей обсуждали, что искусство помогает человеку развивать рефлексию. Задавать себе правильные вопросы. Ну, проще, точнее, лучше воспринимать свою жизнь. Понимать, чего ты хочешь. Вот вы что об этом думаете? Это действительно так? Или все-таки можно обойтись без искусства в жизни? У каждого свое предназначение, я так думаю, в жизни. Если тебе природа дала вот эти вот, талант вот этот вот, так сложилось, как вот у меня с детства, я думаю, надо это использовать максимально. Пытаться стремиться достичь чего-то, но в этом плане. То есть это бесконечный рост, он не кончается. Если только сам не остановишься, не там себя на какой-нибудь Олимп не задвинешь. А так это постоянная учеба. Ты совершенствуешь себя все время. Вот именно вот восприятие. Восприятие, да. А это и есть совершенствование всего. Ты начинаешь понимать какие-то тонкие вещи вот через вот это искусство. Цели, когда себе ставишь, найти тему какую-то, которую ты хочешь раскрыть. Серьезную какую-нибудь. Не знаю, тем огромное количество. Если их ставишь, высокие вот эти вот задачи. Вот ставили же художники в свое время. Многие, да, так и на том уровне оставали. Писали каких-то особ, вельмож, там еще каких-нибудь известных людей. Ну, пустые портреты, пустые, все там деньги заработали. Ну, все хорошо, да, им все прекрасно. А другой говорит, о чем мы пишем, как вот тот же Репин. Надо отображать страну, жизнь простых людей. Каких-то есть бедные, есть эти, есть сцены, исторические моменты всевозможные. Там с Иваном Грозным, там с Суворовым, там, я не знаю. Вот есть художники, которые пишут вообще на исторические темы. Это очень сложно вообще. Какие были одежды, какие были в те времена погружения. Это же огромная работа, на самом деле. Не просто взять, там, написать с мечом какого-нибудь там мужика, который, смотришь, рисует в кольчуге древнего там мира, какого-нибудь, а у него меч средневековый уже. Ну, там, знаешь, уже это... Но это не каждый еще заметит. Ну, да. Вот есть художник Нестеренко в Москве. У него была грандиозная, в Маниже, там, выставка. Посмотрите, если будет где-нибудь. Там есть на Ютубе его. Вот это мастерюга такой, он делает огромные полотна на тему там ледовое побоище, там, это, и вот такие вот... Вот историк, мать честная, такой. И вот на тему войны. Так он окончил Академию художеств в России, Академию художеств в Америке. Там училище, то есть человек, который вот... Образование просто сумасшедшее. Вот огромные залы, несколько сотен картин на исторические темы. Кто их... Никто не показывает. Все показывают какие-нибудь гвозди какие-нибудь там кто-нибудь набил. Вот это интересно, да. Вот представьте, да, почему некоторые... Вот выставки делают смешанные иногда. Я иногда думаю, зачем делают. Например, в стиле кто-то пишет, маринист Марину пишет. Кто-то в стиле Айвазовского, а рядом вешают какой-нибудь... Там этот... Кубизм какой-нибудь там. Или экспрессионизм вот этот. Она настолько... Они разные, их нельзя рядом вешать. Абсолютно. Они... Одна убивает другую. Ну, я считаю, что... Вот если в плане живописи, это вещь визуальная вообще. Она почему-то называется живописать, живопись. Она призвана дарить эстетическое наслаждение человеку. Мы через глаз идем на картину посмотреть, чтобы она... Чтобы получить какое-то от нее удовлетворение, какое-то наслаждение. Не думать, что там хотел-хотел там сказать кто-то там что-то. Он может сказать как угодно. Можно написать об этом роман, если ты хочешь уже сказать там о чем-то. Почему вот на современных выставках мало людей, вообще практически нет. А в Третьковку заходишь, люди ходят все время. Они всегда там будут ходить. Вот. Потому что люди там грамотные. Это традиция, это преподаватели. Это целая русская школа искусства настоящего. Наслаждение истинное получаешь, когда смотришь. Как композиция выстроена, как человек строил композицию. Там нет ничего случайного в картине. Она грамотная. По цвету, по тону. Смотришь мазки, как положено. Вот это. Это мастерство. Вот смотришь. Почему говорят мастерская. Человека мастерская. Значит, там человек мастер в этой мастерской. А мастер это кто? Мастер, который это делает мастерски. Вот это мастерство, которое удивляет. Мастерство оно должно удивлять. Почему люди смотрят на Айвазовского, да, смотрят эти волны и думают, боже мой, как такую можно было воду так показать. Это мастер делал. Здесь требуется тоже мастерство и от зрителя, чтобы как-то мимо не пройти, все-таки заострить свое внимание. А это уже как тебя воспитают в семье. Если тебя воспитывали, грубо говоря, на пепсиколе и там говорили, да, вот это самое лучшее, что есть в еде там, да, и говорили с детства тебе там, что вот эти вот гамбургеры, это самое лучшее, а не пельмени. Ну, да, ты будешь ходить с пепсиколой, с пирожками. То же самое здесь. Как воспитывать ребенка? То есть, ну, давать ему академические рисунки смотреть? Ну, а как же? Пробовать, да, пусть пробует. Водить на выставке, а как же? Показывать настоящее. На настоящем надо учить, а не на перформансах. И тогда он будет разбираться. Он будет разбираться, он будет... А если, да, человек вырос в селе, где его окружали вот это вот все, Ну, вот вы же как раз-таки в Берелехе, у вас там, наверное, не было такого количества перетековок? Нет, нет, ошибаетесь. Там было много людей, которые были очень грамотные, которые могли преподавать это все и рассказывать об этом очень грамотно. Я был в свое время удивлен. Даже среди зэков и заключенных там такие были. У нас был один был зэк, он был, значит, дирижером академического театра, например. Другой там какой-то был директор какого-то этого, чуть ли там не русского музея. Не директор, а какой-то был этот консультант какого-то русского музея там один был. Ну, то есть люди были настолько грамотно и образованы в той среде. И педагоги были такие же. Ну, то есть только через общение с ними? Ну, конечно, естественно. Ну, и старались и выставки, в том числе детские были, всевозможные. Это все организовывалось, все. Даже в каком-то там заброшенном где-нибудь там прииске. Везде клубы были. Вот эти вот. То есть у нас только в Берелехе было, я скажу, у нас было два клуба. Вот. Кинотеатр, да. А в Сосумане там вообще было, по-моему, четыре кинотеатра было. Значит, чтобы развивать у ребенка вкус, кого стоит ему в самом начале показывать? Каких художников? Ну, у меня нет такого топа, потому что их очень много. Если снимать фильм о художниках, вот представьте себе, вот Василий Васильевич Верещагин, это какая глыба, вот если вы слышали о таком. Он погиб вместе с адмиралом Макаровым на корабле во время русско-японской войны. С натуры писал на корабле, и корабль налетел на мину, на японскую. Ну, вот. Погиб вместе с кораблем этот художник. Он в Туркестане оборонял там какой-то форт, писал с натуры, вот. Имеет там кавалер, чуть ли не к... Нет, два у него было этих самых... Два креста у него было. Ну, представляете себе, вот какая личность. Когда на второй раз его отправили к императору, значит, на награждение, он отказался, вообще не поехал. Сказал, да мне некогда, там я пишу какие-то картины. Представьте, сейчас бы Путин вас вызвал, да, ты бы сказал, да не, там, герой России, нафиг мне. Там я некогда, я занимаюсь творчеством. Глыба, просто глыба. Он русско-турецкую войну, освобождение Шибки с болгарами, он все... 812 года, туркестанская серия, «Двери Тамерлана» какая картина там. Это вот... Он вот, он такой настоящий, такой вот именно, он почти военный, этот... Вот военная академия, Аль-Грека у нас, военные художники, они пишут на военные темы. Вот это был натуральный такой, Аль-Грековец на военные темы. Исторически писал огромные холсты. Вот. Его, вот, его можно, да, это для меня, наверное, да. Наверное, такой. Именно и как человек по его жизни, по всем, он, наверное, он, может быть, у меня возглавил бы. Вот. А так, ну, много, они все разные. Тот же Врубель, вот, была выставка сейчас, она, наверное, сейчас еще идет. Она была в Москве, сейчас в Санкт-Петербурге. Вот. Это вообще другое, это абсолютно. Это фантазии, это романтика такая, вот, размышления, это цвет. Это вообще такой космический художник. От всех выделяется. Его тоже можно рекомендовать. Это вот был... Я люблю читать переписки между художниками. Там приезжал к Сае Мамонтову. Тот принимал все время у себя в гостях разных художников. Там, вот, и у него были, в том числе и Врубель был, Репин там, ну, разные, значит, посиделки были. Вот они там общались между собой, все. Вот. И там Коровин был, значит, он разговаривает с Мамонтовым. Мамонтов говорит Коровину, представляешь себе, тут, говорит, вот, Репин, говорит, нарисовал мою жену, вот, а Врубель посмотрел, говорит, на этот рисунок. Сказал, что Репин совсем рисовать не умеет. Вот. А Репин, наоборот, Врубеля не понимал абсолютно. Говорит, что это какие-то выдумки, какие-то там демоны какие-то, это вообще, то есть два гения, тут глыба. Вот. Ну, Коровин говорит, ну, да, этот приземленный такой Репин, глыба земная, он пишет таких, такие портреты людей таких всего. А этот глыба такой весь духовный, весь там этот творческий полет фантазер. Ну, то есть это нормально, если нам какое-то высокое искусство, какие-то шедевры могут не нравиться. То есть это не значит, что мы, ну, там, дураки необразованные, это просто в нас нет. Нет, конечно, нет, конечно. Да, нравится, не нравится, это да, это такое предпочтение. Но в целом любые, любые, да, искусствоведы, много, огромная масса людей скажет, которые разбираются в этом, они скажут, что да, это действительно настоящее, это настоящее. Там же тоже зачастую нужно знать вот эту подоплеку какой-то картины, там, она пережила там какую-нибудь войну, или ее спасли, там, отреставрировали. Тут же тоже, как и с вот этими перформансами, ты не можешь сразу понять, что перед тобой, если ты не ознакомишься с какой-то исторической справкой. Ну, ну, конечно, да, я согласен. Ну, а не настоящий, я считаю, вот, ну, для меня, например, вот этот Ника Сафронов, он для меня не настоящий, вот. Ну, я бы, я бы не стал бы, например, воспитывать бы своих бы детей, внуков, у меня дочка, то есть внучка у меня сейчас рисует, дочка рисовала, тоже, надеюсь, художку закончила. Ну, я бы не стал Ван Гога бы ей бы рекомендовать, например. Что не так с Ван Гогом? Что с ним? Почему он... Не, все так, но я имею в виду, для молодежи, для воспитания, для видения, это не подходит. Вот. Нужна грамота. Потому что там академизма не будет. Нужна грамота. Нет. Просто нужно... Сначала нужно ремесло, грамота нужно. Учиться просто видеть предметы. Вот, начинать с этого. То есть, и кубы рисовать? И кубы, в том числе, да. То есть, ты учишься именно видеть, как это сказать, форму, вот, построение предметов. То есть, очень грамотно. Вот это, чтобы пропорции соблюдать, чтобы еще что-то. Вот. Вот это основа. А потом, да, ты уже, когда встанешь на ноги, вот, но нужно на настоящих. Вот, я смотрю рисунки Репина или, например, того же Верещагина и училища академические, да. Там все с очень простого, все доходчиво. А потом мастерство видишь, как мастерство растет, как рука, как глаз. Вот. На это годы нужны. Не просто мазать кисточку непонятно чего и говорить, да это я вот, мне вот так пришло, я намазал, как вот сейчас молодежь. Рисует по этим, по номерам там, да, вот это вот. Но это бред, это западная школа. Она ничего не дает. Не тренирует, ни глаз не развивает, ничего. Но вот художник, это то ремесло, которое вас кормит. О, так это была давняя история. Это, я сейчас вспомню, 90 какой-то год у нас был. Какой был? 90, по-моему. Второй или третий, когда впервые разрешили продажи вообще художникам картин. До этого же нельзя было продавать. А как в советское время просто... В советское время, если ты не член Союза художников, тебе сложно было. То есть Союз просто тебе оплатил за то, что ты работал? Нет, там были заказы государственные. Там были заказы какие-нибудь. Вот. На каких-нибудь выставках участвовал. И там принимали решение, какого-нибудь там райком партии, закупить у этого художника какую-то картину, например, или там музей какой-нибудь. Вот. Все только так. Но все это было под контролем у партии. Это все очень отслеживалось, наблюдалось. Кто, чего, написал как, на какую тему. А если ты просто дома где-то продал, это все... Это считалось незаконным. Вот. И вот я помню этот 93-й год. Впервые, да, рыночные отношения у нас наступили. Нам разрешили впервые. Здесь вот была выставка в Магадане. И впервые ценники повесили художникам. Вот эти вот. И обрадовались. Это же был целый прорыв. Это вообще как будто, я не знаю. Вот. Оценивали работы. Я помню, сейчас это 200 рублей, 300 рублей. Вот эти цены какие-то на это. Ну, уже... Деньги за картину. Ну, да. Но все равно это был такой прорыв. Радость была какая-то невероятная. Что наконец-то. Но у вас на этой выставке первые что-то купили? Да, было приобретение. Какой-то пейзаж. Магаданский. Ну, как? Не тяжело своих детей так отдавать? Ну, грустно, можно сказать. Да, бывало. Бывало грустно. Очень удачные работы, конечно. Они же как дети у нас. Остаешься с детьми, можно сказать. Была персональная выставка тогда. Я помню, здесь тоже в Кровеческом музее у меня. Большая. Где-то больше 100 картин. Тогда закупили. Больше половины, наверное, даже. Я помню. И по управлению культурой города. Управлению культуры в области. Закупила там музей. Ну, такие вот. Это было, конечно. Ну, было денег много, а купить нечего было на них. В то время тогда ничего не продавалось вообще. Пустые полки. Тогда же кризис этот был. Ну, людям, то есть, не до живописи было. Ну, да. Но сейчас мы потихоньку выходим из этого. Хотя покупали все равно. Да. Все равно я вот сравниваю. Думаю, удивительно. Ну, голод был все равно. Тогда. Это сейчас репродукции, фотографии. То есть, интернет. То есть, у людей насмотренность есть уже. Вот. Есть хорошая такая книга. Если, может, найдете. Волково. Цветоведение называется. Такой труд огромный. По цветоведению. Испокон веков, как художники древности и все остальные. Вот. И в средние века вот работали над созданием цветового мироощущения человека. То есть, создавали цветовую гармонию в своих произведениях. Это зодчие вот древние, Самаркан древние, которые делали вот эту, эти вот фрески, отделку орнаментов, особенно вот среднеазиатские. Вот. В этом они преуспели. Они создали очень мощную цветовую школу цветовосприятия человека. И вот появился огромный труд. Если вот художник пишет картины, он обязательно должен вот этот труд изучить. Это прям как грамота. Так а о чем там говорится, ну вот если вкратце? А полностью как, например, как воздействуют отдельные цвета, теплые, холодные, на глаз человека, на его мозг. Вот. Их сочетание между собой. Почему гармония? Мы неосознанно иногда смотрим на какой-то пейзаж, на природу. И нам кажется, вот мы нравятся и все. А мы не можем понять, почему он нравится нам. Но мы через свет, через свои глаза, мы мозгу подаем этот сигнал. То есть, мозг воспринимает эти цвета. Либо он их не воспринимает. Это его отталкивает. Есть вот ядовитые какие-то краски, негармоничные между собой. Некоторый цвет неправильно положен, например, художником рядом с другим. Оно его может либо уничтожить, либо наоборот его усилить. Надо их знать. Какую-то краску положить рядом с другой краской. И вот эта грамота, она вот, да, это создает, либо это будет гармония, которую ты примешь, твой мозг. И она тебе понравится, на самом деле. Либо она тебя просто оттолкнет. Скажешь, что это какая-то чехарда. То есть, отторжение будет. То есть, вся эта гармония идет напрямую из природы. Да, но в природе тоже есть дисгармония. Природа – это тоже хаос, на самом деле. Гармоничный хаос. На природе, на самом деле, да. Там все гармоничный хаос и гармония. Он просто видоизменяется все время. Течет, меняется. И там в природе тоже есть отторгающие абсолютно. Есть ущелье, в которое ты заходишь, и ты чувствуешь какую-то тревогу. Тебе не нравится там что-то. Вот она темная, это ущелье какое-то. А из долины, вот даже здесь, ты приезжаешь на эту реку, и она тебя радует. Она какая-то светлая, какие-то краски. Ты даже сам не понимаешь, почему. Это же круто, если можно рисовать ущелье, которое напугает человека. Ну да, кому-то это и может быть взбадривает все. Но мы же говорим-то, ну да, мы же говорим-то именно о положительном, о том, что мы хотим добиться гармонии. Искусство, настоящее, это гармония. Цвета, света. Вот так вот, я думаю. Но это надо изучать, я говорю. Одна из составных частей, да, вот это цветоведение, знание цветоведения в искусстве. Поэтому она очень сильно влияет на восприятие. И вот это, на вот это взаимодействие зрителя и художника. Это одна из главных вещей. Ну вот у вас, насколько я помню, недавно фотография, кажется, «Хранительница тайн» называется, победила в конкурсе. Она черно-белая. То есть здесь никакого цветового влияния на зрителя не оказывается. За счет чего черно-белая тогда берет? Черно-белая, вот это вот как рисунок графический. Он за счет каких-то линий, вот свет и тень, все там, ничего лишнего нет, все отбросано. То есть вот есть просто определенный предмет. Неважно. Может быть, это даже картошка просто. Вот кто-то, я не помню, какой-то фотограф, фотографировал картошку, ее купили за миллион долларов. Вот это самая, по-моему, дорогая картина. Черно-белая. Такая картошка и все. Ну, не знаю. Может быть, она и кому-какому-то понравилась. Но там тоже лаконично все. Вот предмет, цвет, тень, все, ничего нет. Ну, это вот бабушка, она, да, она графичная очень. Она такая колоритная. У нее форма такая, вот голова, это она сидит, дым этот. Там ничего такого нет. Это минимализм, можно сказать, в портрете. Вот в этом получился у меня там. Есть вот портрет сложный, там мебель какие-то, группа людей, это все понятно. Глаз бегает там, непонятно, на кого смотреть. Это общее. А здесь есть вот концентрация внимания на одного, на портрет. Он так вот высвечен оказался, так вот. Свет так вот упал. Ей там почти 90 лет. Вот она, такая колоритная у нее, лицо все, морщинка. Вот, не знаю, вот привлекла она как-то. А расскажите, пожалуйста, историю этого с ним, где вы были. Да это было случайно, даже можно сказать. Это был праздник, по-моему, Бакалдыдяк. Ну, и я просто заполз в эту, что-то было холодно, я не знаю, что-то там мне сказали. Да вон, зайди в эту, в эту ярангу. Там костер есть, что-то такое. Я туда заполз. Там вот эта бабушка сидит. Я так говорю, извините, я говорю, это... Она даже мне голову не повернула абсолютно. Видимо, или глухая, или что. Сидела в каком-то прострации, в какой-то вот просто. Ну, и все. Я так заполз. Сказал, она ничего не отреагировала. Я так посидел, посмотрел на нее. Потом смотрю, думаю, ничего себе так... Свет на нее упал. Вот этот дым такой какой-то, это... Какой-то фэнтези прям. Раз, достал фотоаппарат, сделал несколько снимков. И все. Вот. А потом что-то он у меня долго валялся там. Я его что-то... Он даже по цвету какой-то был. У меня цветной даже получилось вначале. Я думаю, нет, там... Убрал цвет весь. Вот. Скадрировал его так. И вот это послал. Пятнадцать лет спустя. А потом мне написала... Это... С магаданской правды. Это корреспондентка. Она говорит, нашлась ее дочка. Увидела это все дело. Рассказала мне историю. Написала про нее. А какую историю? Ну, она, кажется, шаманкой там какой-то была. Выросла в детдоме абсолютно, без родителей. Вот. Была она, по-моему, где-то... Жила, по-моему, в Северо-Ивенске, что ли. Какой-то поселок. Ну, где-то вот, наверное, там на севере побережья. А потом уже только в Магадан она перебралась. И умерла она, по-моему, в 2002-м, не то, в 2003-м году. Ну, было ей за 90 лет. Вот. Такая интересная. Такая неразговорчивая была абсолютно. Ну, к ней все обращались за целительством. Там как-то ее приняли. Ну, вот на ваш вкус какие книги повлияли? У меня... Я любил очень фантастику сильно. И даже начинал рисовать часто, ну, часто именно с фантазией. У меня с детства это было какое-то... Вот. И мне очень сильно Ефремов повлиял на меня своими рассказами. Хотя у него они такие, ну, на исторические многие темы даже больше. Вот. Ну, вот, на крови Айкумена, вот эти пути, там, связанные с путешествием, с геологией. Вот эти его рассказы, это очень сильно. Ну, много, естественно. И Джекл Лондоновский. История Рокуэлла Кента меня вообще поразила. А вы бы не могли напомнить эту историю? Ну, он много путешествовал по Гренландии, писал в север очень сильно. Он очень с нашими, дружил очень с Советским Союзом в то время. А его очень сильно в Америке не воспринимали как художника вообще. То есть он был непродаваемым, как, ну, по тем временам, немодным художником. Ну, писал пейзажи. Такие вот северные. Ну, и вот он. И никак его не могли не воспринимать. И он вот привозил выставки в разные города, в том числе и в Советский Союз. Он привез большую выставку. А у нас он произвел прям вообще фурор очень сильно в СССР. И его очень любили. Он чем-то был, перекликался с нашим Рерихом. Вот по открытым цветам, по этим вот. Такой романтик был. И очень добродушный был человек сам, этот Рокуэлл Кент. Вот писатель был очень хороший. Описывал свои эти путешествия по Гренландии. И вот он, последняя у него была выставка, очень грандиозная в Москве. Его восприняли вообще. Он потом принял решение просто все свои работы подарить Советскому Союзу. 650 картин подарил. Говорит, раз меня в Америке не любят, я подарю работы, оставлю там, где меня любят. Вот и все. То есть он наш советский художник. Кто-то еще на вас оказал влияние? Да, у меня много людей, кстати, так попадались в моей жизни. Был один из Академий художеств, оформитель, Алексей Новиев. Вот он там от нищеты умер в Сосумане. Ну, и алкоголь там, и все. Они в 80-м приехал оформлять. Тогда много ездили на заработки на клубах. Те художники питерские, там группа. Он заметил мои работы и отвез сюда на выставку в Магадан. На вот эту первую выставку, да? Нет, это еще раньше было. Мне было тогда лет, наверное, 18-17. Ну, расскажите, как прошла эта выставка. Ну, да, хорошо прошла. Это была самодеятельная вообще выставка в Магадане. Вот. И он привез. А здесь был Владимир Мягков. Это председатель МСОВИЗа. Это вот отец Мягков. Он заметил тогда мои работы. Говорит, ну, вот, парень, посмотрите, какой надо его. Выставлять его надо. Ну, и вот закрутилось. Вот так вот. Олег Зиновь, да. А у него до сих пор... Мне вчера Олег... Олег, говорю, Роман Балан звонил по поводу. Говорит, есть где-нибудь мозаики какие-нибудь? Такие рукотворные еще где-нибудь в поселках. Ну, я говорю, вот Сусумани есть там где. Там Ленин этот? Да, да, да. Это вот его работа. Это Олег Зиновьев. Да. Это очень сильная работа. Ну, мы трассу сегодня уже упоминали. Но все равно еще раз. Да, у нас есть такой вопрос о трассе. Не, у меня было... У меня было... Я работал когда-то в свое время монтажником. На стройке. Была такая бригада, коллектив. Делали монтажи на высотных. Высотные работы. Монтажные у меня были очень сложные иногда. Такие вот, как сейчас промышленники альпинисты. Я вот такие тоже у меня были. Ну, и там. И у нас этот бригадир был, говорит. Ну, он сейчас еще жив. Где-то уже уехали они. Где-то он живет. В центральных районах проживает. Он мне говорит. Ты вот там что-то рисуешь. Все. А у нас вон болок этот... Этот самый... Ничего. Стены голые какие-то. Что-то там. Давай что-нибудь. Я говорю. Ну, мне надо время. Я говорю, это самое... Ну, сколько тебе там? Дня три хватит. Я говорю. Ну, да, хватит. Ну, давай. Вот там на стенке. Болок оббит такими этими... Типа ДВП такая вот. Ну, он такой фирменный. Все для рабочих. Там зимой, чтобы можно было в тепле побыть. Тахнуть. Перекуры там устраивали. Домино. Ну, такое вот. Именно. На улице 50 градусов. Мы все равно работали. В теплушке в этой... Ну, теплушка, можно сказать. Ну, да. Ну, я притащил краски. Начал. И что-то так разрисовался. Там что-то два с половиной метра на... Что-то я помню. На полтора. На всю стену почти нарисовал. Какой-то типа тоже подайвазовского. Какого-то, значит... Этот... Каравелла Колумба. Там. Вот эти волны такие прозрачные. Так удачно получилось. У меня эта картина была. Она сейчас дочерью младшей. Она увезла в Белгороде. У нее. Эта картина. Вот. А это я ее повторил практически только на большом райцем сауне. Ну, и все. Там начали экскурсии ходить туда. Смотреть в этот... В этот соседник там откуда-то начали. Вот. Эти начали запирать. Этот болот. Потом начали сторожа посадили. Потом, в общем, приходим. Вот так вот. Кто-то выпилил, короче говоря, вот эту вот всю. Самую эту картину ножовкой прям. Кто-то взял наглую. И стрелил, да? Ага. И утащили. Ну, какой-то эстет, да. Посчитал, что... Ну, да. Это не просто картина была, которую можно было снять. А ее прям ножовкой вот так. Причем еще так криво. Половина... Вот так. Один угол как-то неудачно пошел. Кусок масла вот этого от картины осталось. Думаю, господи. Он, наверное, с обратной стороны пилил как-то. Нет. Вот именно. Ну, этот бригадир прибежал. Боже мой. Говорит. Это что такое-то? Я, говорит, не успел. Я ее сам хотел, говорит. Вещи. Ну, вот. Потом забили каким-то этим там этот... А, кто-то притащил ковер. Короче, повесили туда на эту дыру. Ну, одно искусство на другое поменяли. Ну, вора не нашли там? Не было? Нет, да кто там? Это с соседней бригадой, скорее всего. Там же у нас несколько стройок было. Наверное, кто-то. Там украинцев, кстати, много было. Две бригады, почти одни все были с Украины. Бригада Пекла, Наливайка. У них вот эти фамилии. Я до сих пор... Данильченко, Пекла, Наливайка. Такая иллюстративная сила искусства, которая толкает человека на такие безумные поступки. Вопрос для нашего следующего гостя. Ну, вот мне все время иногда встречаются молодые. Начинают беседу разговаривать. Он говорит, ну вот, что тут Магадан, это вот тупиковая такая ветвь. Здесь вот Магадан, это тупик. Какие возможности нет? Вот это вот надо вот... Почему уезжают многие? Да потому что ничего нет, возможностей никаких нет для роста, для дальнейшего, чего-то такое. Я ему говорю, ну как, вот в свое время, если историю полистаешь, в Сибирь ехали промышленники, вот тоже ведь просто ехали на голое место там ведь. Почему, я говорю, вот ждете, чтобы вот вам условия были, еще что-то? Вы должны сами создавать их, пытаться эти условия создавать. Вот приехал в дикое место. Начинаешь открываешь какое-то... Это же интересно, открыть там, где ничего не было, в пустом поле построить что-то там. Кто-то же начинал это делать. Никакие же там инопонятяне прилетели, тут построили что-то, да? Тебе создали условия, зарплату и все остальное. Вот, ну вот... Ну вот я вот это и говорю на эту тему, спросил. Почему вот такое вот отношение? Либо ты не чувствуешь в себе силы какой-то, внутреннего стержня нету, или образования, или что. Почему хочется вот именно покинуть какой-то район, где ты, ну, грубо говоря, вырос, и потом куда-то уехать более, тоже в Москву, где там тебе уже все будет, как говорится, ты будешь в кабинете там сидеть, у тебя все будет, зарплата хорошая. Все, вот это вот. Ну вот я вот вопросы эти задавал. Почему вот такое вот? Откуда? Большое спасибо вам за беседу. Было очень интересно. И вам спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...